От того, как исполняется бюджет района по доходам и расходам, зависит жизнь каждого славянца. Рабочая неделя в районной администрации стартовала с аппаратного совещания при главе района. Первым вопросом стало исполнение бюджета муниципального образования «Славянский район» за 6 месяцев 2018 года. С докладом выступила заместитель главы Славянского района, начальник финансового управления Валентина Пахарь. За 6 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет края Славянским районом собрано более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года темп поступлений доходов составил около 112%. Самые главные источники поступлений доходов – это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. Радостно то, что бюджетообразующие предприятия Славянского района наращивают темпы платежей в бюджет, консолидированный бюджет края. И за 6 месяцев 2018 года от них поступило 474 миллиона рублей, что на 130 миллионов рублей или на 38% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост платежей в консолидированный бюджет края дали такие хозяйствующие субъекты, как Славянский, они увеличили платежи в 6 раз. Приволье, агрофирма Приволье увеличила платежи в 2,2 раза, Новопетровская в 2 раза, ДРСУ Славянская в 1,9 раза. При годовом плане собственных доходов – 964 миллиона, в районный бюджет поступило 420 миллионов рублей. Это серьезная прибавка в сравнении с минувшим годом. И бюджеты поселений пополнились более чем 214 миллионами рублей налоговых и неналоговых поступлений. Вместе с тем, 7 сельских поселений по наполняемости бюджета не достигли уровня прошлого года, им необходимо активизировать свои усилия. Администрацией района проводится постоянная работа с юридическими и физическими лицами по взысканию задолженности, что дает свои плоды. Более чем на 27% снижена недоимка по всем налоговым доходам. Расходная часть бюджета по итогам первого полугодия составила 1 миллиард 154 миллиона рублей. Именно социальная сфера является приоритетной в структуре расходов бюджета. В нее направлено более 80% средств. В нынешнем году привлечено свыше 500 миллионов рублей на софинансирование расходов бюджета района. Эти меры позволили продолжить строительство школы на 825 мест, вести работы по завершению строительства универсального спортивного комплекса в станице Анастасиевской, созданию дополнительных мест в школах 18 и 19. Начать реконструкцию позволило начать реконструкцию спортивной школы юность и капитальный ремонт художественной школы. Хорошее и своевременное наполнение бюджета – это качественное медобслуживание и достойное образование. Это отличные дороги и парки. Чтобы добиться этого, всем нужно постараться. Подводя итоги, глава Славянского района подчеркнул, что наполнение бюджета – это общая забота. Еще раз говорю, надо зарабатывать, зарабатывать. Как дома каждый из нас свой кошелек стоит, так и здесь. Поэтому, Юрий Александрович, все наши финансисты, заточенные на результат, у меня просьба, мы будем еще дополнительно общаться, кредит поставить узким кругом. Где мне нужна конкретная права, что нужно делать. Чтобы денег было у нас больше с вами. Следующий вопрос повестки дня – подготовка школ и детских садов к новому учебному году. С докладом по этой теме выступил начальник управления образования Олег Синтищев. На проведение ремонтов выделено более 35 миллионов рублей из районного, краевого и федерального бюджетов. На выделенные средства выполнен большой объем работ. Из наиболее значимого можно отметить ремонт кровель в 8 школах и детских садах, замену оконных блоков в 9 образовательных организациях, ремонт полового покрытия в 1-м лице и 8-й школе. В 31-м детском садике отремонтирован фасад и сделана отмостка, построена спортивная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в детско-юношеской спортшколе «Виктория». В 29 образовательных учреждениях сделано новое освещение, также проведена замена трубопроводов и система топления. Работа проведена серьезная и результаты радуют. Финалом подготовки учреждений образования к новому учебному году является их приемка межведомственной комиссии. По итогам приемки 77 образовательных организаций признаны готовыми к новому учебному году без замечаний. Две организации, это 9-я школа, 18-я, готовыми с учетом и выполнением ее приятия. 9-я школа – это ремонт спортивного зала, на сегодняшний день производится и планируется закончить его 30 сентября. 18-я школа – это ремонт, планируется завершение работы 10 сентября, 18-го года. На сегодняшний день акты приемка образовательных организаций к новому учебному году подписаны межведомственная комиссия и переданы Министерству образования и науки, молодежной политики, государственного храма. Постоянный контроль и действенная поддержка районной администрации помогли сделать все вовремя и с отличным качеством. Все школы и дошкольные учреждения готовы к новому учебному году. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».